Приветствую всех зрителей нашего телеканала. Вы смотрите программу «Формула успеха». И как обычно, в этой передаче мы говорим о том, что такое успех и как его достичь. Я представляю гостя нашей сегодняшней студии. Это человек с богатым жизненным опытом Сергей Шакунов. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Люди по-разному воспринимают успех. Для кого-то это богатство, для кого-то это слава, чтобы его узнавали на улице, для кого-то это семья и любовь. Вот как вы представляете, что же такое успех? Хороший вопрос. Успех? Да, слово такое многогранное, и каждый по-своему его интерпретирует. Для меня это успех состоявшийся человек, состоявшийся прежде всего духовно. И второе, состоявшийся как личность. Личность, которая что-то из себя представляет. А можем ли мы об успехе говорить с точки зрения христианства? Обычно под успехом мы подразумеваем какой-то часто мирской успех. А христиане, должны ли они вообще в принципе думать об успехе? Или это для них такое должно быть запретным понятия, греховным? Описание говорит, что все мне дозволительно, не все полезно. Поэтому у христианина нет такого, знаете, табу, этого нельзя, все там страшно, туда не смотри, не думай. Что вкладывается в слово успех? Вот это ключевая вещь. Если это вкладывается горы золота для меня любимого, и я пойду по головам и всех прямо под себя подо мной, чтобы этого достичь, то это, наверное, не путь христианина. Потому что Господь оставил другие принципы. Если мы вкладываем в слово успех, что я своим трудом чего-то достиг, и при этом очень многим людям вокруг оказываю помощь, то да, это классная вещь. И вот такому успеху, наверное, много христиан должны, наверное, не то, что должны, а могут стремиться. Конечно, мы все осуждаем тех людей, которые ради богатства, ради славы, они идут по головам. А что, если человек совершает плохие дела ради какой-то благой цели? Вот я хочу помочь людям, но ради этого приходится кого-то обмануть. Знаете, благими намерениями, да, куда путь выслан. На самом деле, когда цель чистая, путь к ней не может быть грязным. Это 100%. И ради... Чаще всего люди придумывают, что вот мне нужно совершить неблаговидный поступок, потому что в конечной точке приложения для меня там благо всего населения, или какой-то отдельной части там этого населения. Но если копнуть глубоко, то если человек идет неправедным путем, конечная цель подогревания его эгостического «я», так или иначе. Так или иначе, любые неправедные пути, они направлены на то, чтобы было тебе хорошо любимым. Вот и все. О чем вы мечтали в детстве? Так, космонавт, летчик, водитель, не помню. То ли автобус, то ли троллейбус, не помню. Что еще? Ну, я жил в Советском Союзе, родился и вырос. То есть, тогда были мечты вот такого плана. Модно было мечтать космонавтом стать, да? Ну, космонавтом, наверное, так, это, знаете, такое, это как присказка. Летчиком мечтал стать, но не стал. И до сих пор, на самом деле, смотрю на небо, на самолеты летящие, и они мне нравятся. Мне нравится эта стихия, вот небо мне нравится. Наверное, потому что ближе к дому. Многие верующие считают, если ты работаешь в этой сфере, то ты все равно совершишь нечестный поступок. Потому что в этой сфере так принято. Принято все равно где-то мухлевать, где-то обманывать, где-то вот что-то там скрывать. Невозможно остаться чистым. Можно остаться чистым, даже когда вокруг клоака, и когда все бушует грязь. Это внутреннее состояние человека. Что такое чистота? Все по-разному ее просто воспринимают, да? Чистота – это быть честным. Для меня, по крайней мере. Если я работал в банке, в финансовой сфере, и человек приходил ко мне и спрашивал про кредит, я ему честно говорил, что кредит – это петля. Дальше человек сам принимает решение. Хочет на эту петлю надеть на шею, не хочет надеть петлю на шею. А с точки зрения других обманов, ну, у нас есть законодательство. Оно было раньше там менее совершенное, сейчас более совершенное. Поэтому поверьте, что сейчас там в финансово-банковской сфере особо не на шустрижь. И не на делаешь всяких глупостей. Все отслеживается. И поэтому люди, которые понимают, что этими надо заниматься, они этим и не занимаются. А глупые люди, да, они всегда будут пытаться что-то сделать, где-то урвать. И это не связано там с финансами, не с финансами. Вы знаете, люди алчные, они найдут место, где оторвать свой кусок. Но если люди приходили и спрашивали про кредиты, и вы как сотрудник организации в некотором смысле даже отговаривали их от кредита, а получается, вы вредили своему работодателю, вы, грубо говоря, не выполняли план продаж? На самом деле, смотрите, если говорить об экономике банковской, то банковская экономика строится из нескольких составляющих. Это процентные, непроцентные доходы и сопутствующий бизнес, связанный с инвестиционной деятельностью. Вся мировая банковская структура, она уже поняла, что зарабатывать на процентах много не удается. Они смещаются в сторону комиссионных услуг. А комиссионные услуги – это не кредиты. Кредитная составляющая в нормальных, как бы сейчас западных, там, развитых банках, она присутствует. Но она там на уровне, наверное, 30-40% дохода банка. А процентов 50 – это комиссионные доходы, еще 10% приносит инвестиционная деятельность, которая рискованная довольно-таки. Поэтому я не обкрадывал банк. Я, наверное, думал дальше уже о том, что нужно развивать комиссионные доходы. А комиссионные доходы всегда связаны за тем, что ты должен что-то предложить клиенту, должен предложить человеку. И банк, на самом деле, в правильном понимании, это не механизм выдавливания последнего из человека. Это механизм создания хороших условий ему. Поэтому, знаете, сейчас технологические банки, которые появились, электронные банки, многие ушли в эту сторону. И они предоставляют действительно много сервисов электронного для клиента, который стал просто удобен. Вы раньше не могли заплатить там за квартиру, там за телефон, помните, бегали там с этими бумажками, в очередях стояли. Сейчас же стало удобно, удобно. Сидя дома, там заплатил за одно, за второе, за третье. Просто один клик. Да, Сбербанк перешел в чудесную платформу. Сбер вообще хорошее такое направление поддерживает. Они стали технологичными во многих отраслях. То, что было немыслимо там 10 лет назад, разве плохо от этого кому-то? Еду заказать, пожалуйста, Сбер, там машину Сбер, пожалуйста. Да, они берут за это свою как бы определенную комиссию за организацию этого процесса. Это и есть комиссионный доход. Да, они на этом зарабатывают, но они дают услугу, они создают сферу услуг. Есть люди, для которых кредит – это нормально. Да, нужно сделать ремонт в квартире, беру кредит. Ой, нужно купить новый компьютер, второй кредит. Нужно еще что-то, еще кредит. Ой, я хочу поехать в отпуск, еще кредит. Ой, и там, ой, хочу шопинг себе устроить, еще кредит. Вот вообще нормально ли это? Всех подталкивают, что это нормально. Но опять же, смотрите, вы должны понимать, что вы реально одеваете себе на шею петельку и стоите на табуретке. И пока табуретка устойчивая, да, вы живете в долг, и все вас устраивает. Но однажды табуретка может улететь. Самое банальное. Вы работаете, у вас есть заработок, у вас есть понимание ваших доходов месячных, годовых. Но вдруг вы заболели. Или заболел кто-нибудь из членов семьи, причем серьезно заболел. И вы, например, лишились работы. Или вам нужно уехать с этого местонахождения в какую-нибудь, там, не знаю, глушь, где больше природы, где надо дышать воздухом, там, и все что угодно. И все, вы лишились этого дохода, а долги-то у вас остались. И вот тут начинается паника, что делать. Денег не хватает. И поэтому кредиты, это вещь, сегодня, да, ты получаешь свой Мерседес, но завтра ты можешь получить проблему, огромную проблему. Я за то, чтобы уметь планировать, бюджетировать, уметь распределять свои ресурсы, которые Бог дает сегодня. Вот научитесь, и с любого ресурса можно откладывать на свою мечту. Кто-то скажет, ну, нам долго откладывать, долго копить, да? Окей, но если Бог захочет вам дать что-то, Он вам даст. Быстро и без всяких проблем, там, через чудеса кто-то придет, вас благословит, и вы возьмете то, что вам нужно, если действительно нужно вам для жизни и благочестия. А если вы влезаете в кредит, таким образом вы говорите Богу, я сам позабочусь о себе. А потом начинаются молитвы, Господь избавь нас от долгов, благослови, чтобы у нас там было процветание, чтобы мы могли содержать свои долги. Бог смотрит на это и говорит, ребят, а не проще было бы туда не влезать. Конечно, по милости Он помогает и вытаскивает людей из-за поднятой, но люди сами туда залезают. Бог говорит, я могу дать по-другому, могу дать проще, попроси. Абрам, простой пример разной ситуации в жизни, но он же никогда не залезал в долги. Тогда, может быть, не было того банковского сектора, да? Ну, все равно в долг всегда, может, было у кого-то взять и попасть в должники. Ну, может быть, да, но он не делал это, он просто ходил по земле, которую ему сказал Господь, делал то, что говорит Господь. И в Библии написано, что он становился богаче, 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 богаче. А вы сами брали кредиты? Два раза в своей жизни брал технический кредит и, на самом деле, ну, не самое приятное, наверное, состояние. Я четко понимал, что да, у меня есть деньги, но мне нужно было пройти через кредитное плечо. Я это делал, там, на коротком интервале закрывал задолженность. А если человек берет кредит ради того, чтобы начать свое дело? Наверное, скажу так, что я верю, опять же, что Бог дает мудрость, как начинать свое дело без тех вложений, которые являются кредитными. Просто много сфер, на которые люди не смотрят сейчас, потому что считают, ну, там маленький заработок, ну, чего я туда пойду. Но если ты начнешь с малого и станешь успешен в нем, через короткий промежуток времени ты вырастешь и перейдешь в следующий этап бизнеса без кредитных вложений. А первые вот вложения в этот маленький бизнес ты можешь накопить так же. Открыть маленький магазинчик, открыть маленькую лавочку, открыть маленькую компанию по оказанию услуг. Какие сферы? Я многих людей консультировал в этом направлении, открывал, показывал глаза. Вот сфера, которая вообще не занята. Там никого нет. Потому что все считают, ну, чего я этим буду заниматься? Ты приди, там нет ни конкуренции, никого, это востребовано. И кто-то слушал, кто-то начинал в этом двигаться. И потом помаленечку смотришь, и бизнес другой уже стал, другой размер. Поэтому я против вот этого кредитования. Мы начнем бизнес с кредита. Вы начинаете бизнес, еще неизвестно, выстрелит он, не выстрелит, получится, не получится. А вы уже должны. И опять же, вы берете чужие деньги, отдавать-то потом будете свои. Вы человек честный. Как складывались на работе ваши отношения с другими людьми? Потому что некоторых вполне может раздражать честный и верующий человек рядом с собой. Такое возможно. Такого не бывало в моей жизни. Над верующими могут потешаться, смеяться, потому что 20-й век, 21-й век, кто там верит в Бога. У многих же ассоциаций, что это какие-то облачка, там кто-то сидит такой с крылышками. Но потом приходят всякие обстоятельства в жизнь людей, и ты проходишь через всякие обстоятельства. И когда люди смотрят, что ты не ломаешься, а ты остаешься стоять, и они по-другому оценивают, что ты верующий. Потому что они понимают, что ты оттуда что-то черпаешь. И поневоле люди начинают присматриваться и думают, почему так? Да потому что он такой, он верит в Бога, а Бог ему помогает. Поэтому таких явных насмешек сейчас, по крайней мере, нет. То есть в нашем обществе, я считаю. Раньше в Советском Союзе верующие гнали, верующим было быть тяжело на работе. Сейчас нет. Но сейчас все равно тоже может руководство какой-либо организации не взять человека на работу, если узнает, что он на христиане. Меня не брали много раз на работу, и я расстраивался. Думаю, Господи, почему меня не берут? А потом я говорю, ну потому что смотрят интернет, смотрят YouTube, и там твои проповеди есть, и часы библейские, и отказывают. Я сначала расстраивался, а потом видел, что Господь таким образом проводил, показывал, что я все контролирую. Не надо тебе было на ту разменяться, есть что-то лучшее. И он приводил в лучшее место. Вот и все. Был период, когда там, особенно после банка, я искал, куда устроиться банковский сектор. Ходил по многим банкам, и я скажу, что очень много банков отказывало именно из-за того, что находили в интернет-пространстве записи. И я потом смотрел удивительным образом, но большинство этих банков осталось без лицензии. У них отобрали лицензию. Я подумал, а если бы я там был? Вы бы потеряли работу. Я бы опять потерял работу, и при этом бы какие-то неприятности. Зачем это надо? А Господь так вот проводит, и хорошо, дает то, что нужно нам. Ну, то есть не стоит, если человек является христианином при приеме на работу, при собеседовании, не стоит скрывать этот факт, что ты являешься верующим. Сейчас, вы знаете, это стало, наоборот, фактором-плюсом, потому что многие работодатели то ли начали читать Писание, то ли где-то слышали, они слышали, что Бог часто благословляет место, если там появляется христианин. Не важно, какое место, но само присутствие христианина освещает зачастую то место. И поэтому многие люди стали присматриваться к тем, кто у них работает, и христианам стало зачастую даже как бы, ну... Я на собеседовании всегда пишу о том, что я христианин. Да, прямо в анкете пишу, я христианин. Когда устраивался на последнюю работу, я так прямо и сказал, я верующий христианин, нетрадиционный для этого, этой страны течение, протестантизм, да, там все считают, что у нас православие основное как бы религиозное течение. Я считаю, что на самом деле, наверное, не надо христианство делить на эти течения. Мы все христиане, у нас один общий глава, поэтому я говорю, я христианин такой же, как и православный мой брат. У меня много действительно друзей, братьев православных, с которыми мы дружим. И вы знаете, никто никогда не реагировал, типа, а христианин, плохо не возьмем. Многие люди, у которых есть только одна работа, жалуются, мы ничего не успеваем, мы так устаем. Вот как вы успеваете все и проповедовать, изучать Слово Божие, потому что это требует вложений, это надо изучать, это надо трудиться над этим, и в то же время есть работа. Знаете, тот, кто хочет, тот найдет как. Кто не хочет, тот найдет причину, почему нет. В любом раскладе нашей жизни, ну вот 24 часа в сутках, там часов, наверное, 7-8 мы спим. Ну, вычитаем, да, это из нашего жизненного цикла. Соответственно, у нас остается 16 часов с вами. 9 часов мы работаем на работе. Окей, остается целых 7 часов. Я считаю, что 7 часов – это достаточно. Ты едешь в машине, ты можешь молиться, ты можешь рассуждать. Знаете, изучать Библию – это не значит сидеть с утра до вечера, там, со свечкой и читать ее. Бог оставил нам живое слово. А живое слово подразумевает, что ты его читаешь, рассуждаешь и начинаешь общаться с Богом. Можно прочитать один стих и общаться на тему этого стиха с Богом месяц-два, потому что он настолько может быть глубоким, и откровения, которые Бог будет посылать, они будут глубокие. Это и есть изучение. И оно никогда не идет в разрез с вашей текущей жизни. Никогда. Я считаю, что человек, который хочет, он найдет время и для Бога, и для качественной работы. На работе заниматься изучением Писания, наверное, это неправильно. Не то, что «наверно», а, скорее всего, это неправильно. Я против этого. На работе мы должны трудиться добросовестно. Написано, что мы должны работать как для Господа, чтобы не было порицания, что мы Словом Божьим прикрываемся и не трудимся. У меня были такие случаи, когда люди, прикрываясь Писанием, некачественно исполняли свою работу. Но это неправильно, потому что люди вокруг замечают все это и говорят, ну как же так, если ты христианин, то, наоборот, ты должен быть примером. А люди, которые были действительно примером на работе, и потом оказывалось, что они христиане, это, наоборот, было большее слава Божье. Поэтому всегда можно и изучать, и качественно работать. Наша жизнь, она всегда связана с какими-то рисками. Вот стоит ли рисковать в финансовой сфере? Или надо вот всегда, надо все, чтобы было все спланировано? Но это, на мой взгляд, это невозможно. Всегда вот есть место риску. Ой, рисковать, опять же, это такое слово-то растяжимое. Да, вот что значит рисковать финансами? Взять и вложиться в МММ, ну, мозгов много-то не надо, на самом деле. Это не риск, это глупость. Финансами невозможно рисковать, финансами можно распоряжаться. Распоряжаться можно мудро, а можно глупо. Вот две критерии. Мудрое распоряжение финансами, лежит под ним всегда планирование. Планирование, что хочешь, в какие сроки хочешь, какой хочешь получить результат. А глупое планирование, когда берешь деньги и несешься куда-нибудь, там, сейчас мы вот начнем чего-нибудь, там, откроем, там, понимаешь, не знаю, магазин по продаже пляжных принадлежностей где-нибудь за полярным кругом. Ну, наверное, как бы, скорее всего, это не совсем правильная вещь, да? Поэтому вот это глупость. Поэтому риск в финансах, он недопустим. Я говорю, что тут либо планирование, либо беспланирование. А если мы выбираем, например, работу, куда пойти, где много платят, но тебе эта работа может быть не очень по сердцу? Или там, где тебе по сердцу, но ты понимаешь, что, наверное, зарплата будет в несколько раз меньше? Не факт. Люди, которые спрашивают у Бога ответы, что им делать и куда пойти, Бог так или иначе направляет их шаги. Они приходят на работу, которая кажется всем, ну, низкая, малооплачиваемая, но они становятся там профессионалами и их начинают повышать по службе. У меня было несколько раз таких примеров у моих приятелей, когда они приходили в рядовые позиции, становились профессионалами вот этой рядовой отрасли, и их начинали повышать, повышать. И они становились начальниками с той отрасли, а начинали с самых простого менеджера. Казалось бы, да, короткие прожитые времена, но это как испытание. От Бога ты выдержишь, останешься ли таким же добросовестным? Если да, то Бог дальше начинает тебя просто брать, перемещать, двигаться. Я считаю, что все в этой жизни в руках Божьих. Вот все просто реально, от начала до конца. И работа не исключение. А карьерный рост – это что? Это какие-то способности, которые заложены в человеке? Или это его трудолюбие и настойчивость? Или это удача? Это и способности, и трудолюбие. На самом деле не «или», а «и». Потому что библейские примеры людей успешных показывают, что там есть и внутренние способности, заложенные Богом. Иосиф начинал тоже свою жизнь по-разному. Стал главным во всем Египте. И способности, которые были в голове, и трудолюбие, и небоязнь начинать там рабом в доме Патифара. И небоязнь, оказавшись в тюрьме, продолжить и там быть усердным. Ведь вообще написано, что руководитель тюрьмы оставил все на него. Значит, он был усердным в своей работе. В такой непонятной быть надсмотрщиком. Ай-яй-яй. Какая-то нехристианская. Не христианская, не духовная вообще какая-то. А он же был успешен. Что надсмотрщик оставил все на него. Вот вам пример. Не важно, какая работа, какой вы, что вы являетесь. У вас трое детей. Вот главные принципы воспитания. И хотите ли вы, чтобы дети тоже стали служителями в церкви? Вы знаете, я хочу, чтобы дети стали христианами прежде всего. Все остальное приложится. Кем они будут, это действительно их выбор. Родителям не надо передавливать в этой ситуации. Можем помогать где-то, направлять там тихонечко. Но в принципе они должны сами выбрать свой путь. Все, что мы можем им дать, на самом деле, это знание о Христе. О том, что он наш спаситель. И вообще Бог держит весь этот мир в своей руке. Если у них это останется, вот где-то на подкорке каком-то уровне, придет день и час, когда Бог персонально постучится в их сердце, найдет их. И они персонально выстроят свои личные отношения с Богом. Все. Как родители мы можем дать им только вот это. Можно позволять детям совершать ошибки? Конечно. Если вы понимаете, что это будет неправильно. Ну, конечно. Если они будут какими-то инкубаторскими цветочками, то они же потом в взрослом возрасте куда-нибудь попадут, и это будет очень больно. А если они помаленечку там познают, что плохо, там познают, что плохо, то им будет дальше-то легче. Дети и финансы. Кто-то из родителей строго лимитирует своих детей в карманных средствах. Кто-то, наоборот, вот сердце сразу тает, если ребенок что-то просит, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Хочешь это, на это. Хочешь это, купим тебе это. Ну, это избалованность. На самом деле потакать всему не надо. И дети должны знать цену деньгам. Потому что деньги – это эквивалент того труда, который родители затрачивают. И у нас в семье все открыто. У нас есть место, где находятся деньги, есть бюджетирование недельное. Дети знают об этом. В этом бюджете мы все живым. Каждый может взять, сколько ему нужно, но это бюджет всей семьи. И поэтому ребенок несет ответственность. Хочешь – забери, все. Но только потом вся семья будет неделю сидеть там на макаронах и на том, что осталось там в холодильнике. Это взращивает их в какой-то мере ответственности и в мере планирования, учиться планировать. Старшие дети, вот сейчас у меня старший там и поработал, сейчас учится. Дочка тоже средняя пошла учиться, им там стипендию платят. Конечно, я их поддерживаю еще. Поддерживаю. Но я все время говорю им о том, что они должны двигаться в самообеспечении. Потому что сидеть все время на шее у родителей – это неправильно. Я начал работать с 13 лет, моя первая работа. Потом была работа в 18 лет, потом в 16 лет. Там были многие подработки. В 13 подработка, конечно же, в 16 там тоже подработка. А в 18 я уже работал. Я уже работал, и поэтому я знаю, что такое труд, тяжелый труд, разный у меня был физический труд, серьезный. Поэтому и дети тоже должны понимать, что после какого-то периода времени они должны уже быть самостоятельными. А как вы совмещали учебу и работу? Можно все совмещать. Опять же, я в этот период находился, у нас тогда страна в перестройке находилась, такой в жесткой форме. И поэтому все можно совмещать. Когда ты хочешь чего-то, ты найдешь время для всего. И для работы, и для учебы. Сергей, большое спасибо за то, что вы пришли в нашу студию. И большое спасибо за то, что вы поделились своим богатым опытом с нашими зрителями. Спасибо вам. Большое спасибо всем, кто смотрел эту программу. Не переключайтесь, продолжайте смотреть наш телеканал. Впереди вас ждет масса интересных программ. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова